Уважаемые участники конференции, вашему вниманию предоставляется доклад на тему технологические принципы удаления дефектного слоя на шлифованных керамических изделиях посредством травления ускоренными атомами аргона. Для начала нужно сказать, что керамические материалы на основе оксида алюминия, нитридокремния, корбидокремния сегодня являются одними из наиболее перспективных конструкционных и инструментальных материалов. Сегодня они активно используются в самых разных отраслях промышленности, где детали работают в условии воздействия высоких температур, абразивного и коррозионного воздействия. В качестве примера можно рассмотреть характерные детали, представленные здесь. Это различные сопла, это различные керамические многогранные пластины, которые используются для обработки труднообрабатываемых материалов. Это уплотнительные кольца насосов для нефтедобычи, часто используются для изготовления керамических подшипников и многих других деталей. Но наряду с очевидными преимуществами керамик, они имеют характерные недостатки, хорошо известные. Это сравнительно низкий прочность на изгиб и трещина стойкой. Связано это со структурными особенностями керамических материалов. В отличие от металлических сплав, они не имеют прочной связующей фазы. И при воздействии высоких термических и механических нагрузок очень часто можно наблюдать отказы в виде выкрашивания сколов. Именно вот эти сложно предсказуемые, труднопрогнозируемые отказы являются основным фактором, который сдерживает более широкое распространение керамических материалов промышленности. Ну, нужно сказать, что различными учеными доказано, что структурные дефекты, которые всегда присутствуют в керамике и образуются на различных стадиях ее изготовления, только усугубляют проблемы, так как являются концентраторами напряжения и способствуют интенсификации процессов хрупкого разрушения. Долгие годы в фокусе основного внимания исследователей были вопросы повышения объемной прочности керамических заготовок. Здесь достигнут очень серьезный прогресс, созданы новые технологии испекания, технологии получения исходных порошков. Все это позволяет получать сегодня заготовки из керамических материалов с улучшенным комплексом свойств. Однако наряду с объемными свойствами керамических заготовок не менее важным является состояние их поверхностного слоя, потому что именно поверхностный слой воспринимает основные нагрузки при контактировании с различными материалами контртел. Известно, что финишной операцией изготовления керамических деталей является алмазное шлифование, которое относится к чрезвычайно энергоемким процессам. Поверхностный слой подвергается очень сложному характеру нагружения и, как следствие, поверхностный слой имеет многочисленные дефекты, которые не могут не влиять на эксплуатационные показатели керамических деталей. Классическим подходом для удаления, для минимизации дефектного слоя является применение дополнительных операций доводки, полирования. Но, надо сказать, если для керамических деталей, которые используются в ракетно-космической технике, в авиации, применение таких дополнительных операций, естественно, экономически оправдано, то для изготовления так называемых непрецизионных керамических деталей, такие дополнительные операции оказываются экономически нецелесообразными, поэтому предприятия их в основном не используют, а используют традиционные процессы алмазного шлифования. Поэтому для решения проблемы, минимизации дефектного слоя, необходима разработка эффективных технологических подходов. Несколько слов об объектах исследования работы. В качестве них были выбраны широко распространенные промышленности керамики, использовались режущие пластины из оксидно-корбидной керамики и керамики сиолон. Ну, вот здесь, на представленных СЭМ-изображениях хорошо видно, какую трансформацию претерпевает поверхностный слой испеченной керамики. Видно, что как на оксидно-корбидной керамике, так и на керамике на основе сиолон в поверхностном слое обнаруживаются многочисленные дефекты. Это и трещины, это и глубокие борозды, это вырывы зерен, вырывы конгломератов. Поэтому для решения проблемы удаления дефектного слоя с поверхности керамических деталей ставилась задача разработки такой технологии, которая обеспечивала бы целый ряд показателей. Ну, в первую очередь, конечно, должна быть высокая производительность процесса при обработке самых различных керамик, должна обеспечиваться равномерность обработка даже при необходимости обработки сложнофасонных деталей. Ну, не должно оказываться на поверхностный слой дополнительного повреждающего воздействия и должна сохраняться микрогеометрия и не ухудшаться шероховатость поверхности. Ну, вот здесь схематично проиллюстрирована схема оригинального подхода, предложенного при выполнении исследований. Его можно классифицировать как одна из разновидностей сухого отравления, когда удаление поверхностного слоя осуществляется за счет физического распыления высокоэнергетическими частицами, которые не взаимодействуют, не вступают в химическую реакцию с материалом подложки. В качестве источника энергетического воздействия использовались пучки ускоренных частиц аргона. Ну, решалась задача создания экспериментальной установки для апробации, отработки разработанных технологических принципов. Здесь можно увидеть эту установку, которая оснащена источником пучка быстрых атомов. Источник содержит сетку, набор пластин и ионы, проходя через жалюзи из этих пластин, они нейтрализуются, присоединяя электроны из пластин сетки. И уже в камеру, где на устройстве планетарного вращения размещены керамические образцы, поступают атомы аргона, которые, собственно, и бомбардируют поверхностный слой. Здесь представлены основные зависимости технологических режимов обработки. Ну, в частности, коэффициент распыления двух исследуемых керамик. Видно, что с увеличением энергии атомов коэффициент распыления растет и достигает наилучшего значения при энергии 5 килоэлектрон вольт. Ну, а дальнейшее увеличение уже не оказывает существенного влияния на коэффициент распыления. Также построена зависимость глубины удаленного слоя от продолжительности обработки. Видно, что достаточно высокая производительность. При этом для оксидно-карбидной керамики скорость удаления составляет порядка 6 микрометров в час, а для керамики сиолон несколько больше, порядка 8-9 микрон. Ну, здесь на изображениях, полученных на скарнирующем электронном микроскопе, наглядно видно, какие изменения претерпевает поверхностный слой. Если после алмазного шлифования видны многочисленные дефекты, уже рассмотренные выше, то после травления пучками ускоренных атомов аргона картина существенно меняется, и уже выраженных дефектов мы не наблюдаем. Ну, очень характерный показательный 3D-префилограммы поверхностного слоя, который дает представление о том, что происходит с поверхностью при различных технологических способах воздействия на нее. Ну, после алмазного шлифования уже упомянутые борозды, риски. После воздействия пучками ускоренных атомов аргона поверхность не содержит выраженных дефектов, и по своему профилю она приближается к той, которая достигается применением дополнительных доводки и полирования. Ну, это, конечно, качественная картина. Нужно, чтобы понять эффект, рассмотреть количественные показатели. Здесь они представлены. Можно увидеть, что применение предложенной технологии травления атомами аргона с энергией 5 килоэлектронов вольт существенно снижает плотность дефектов, которая определялась методом контрастирования поверхности наклонным освещением. Существенно снижается глубина дефектного слоя по параметру РТ и заметно снижается шероховатость поверхности. Да, это несколько меньше, чем то, что можно достичь доводкой и дополнительным полированием, но, тем не менее, эффект очень значим. И результаты действительно говорят о том, что предложенный процесс эффективен и может найти распространение в технологических процессах изготовления керамических деталей. Ну и несколько выводов. Действительно предложенный подход, основанный на сухом травлении, бомбардировке поверхностного слоя различных керамик плачками ускоренных частиц, обеспечивает физическое распыление дефектного шлифованного слоя на требованную глубину. Рациональное значение ключевого параметра травления – это энергия атома фаргона, которая была экспериментально установлена и составила 5 кВт для двух исследуемых керамик. Зависимость глубины травления от времени обработки имеет линейный характер. Производительность процесса достаточно большая и в зависимости от различных керамик составляет от 6 до 9 мкм в час. Нужно сказать, что предложенный подход и опробированная обработка на двух различных керамиках, выпускаемых промышленностью, показали, что более чем в 30 раз снижается плотность дефектов поверхностного слоя, оцениваемая контрастированием поверхности. До 7 раз снижается общая глубина дефектного слоя, которая оценивается по параметру РТ и более чем в два раза обеспечивается снижение шероховатости поверхности по отношению к промышленно выпускаемым керамическим пластинам, образование которых осуществляется традиционным алмазным шлифованием. Большое спасибо за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует...